Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Какая основная цель этой акции? Как мы все знаем, с начала года у нас по стране началась широкомасштабная акция «Покупай казахстанские», поддерживаем отечественные производители. И, соответственно, наша область и город Уральск не остались в стране, и мы с начала года начали активно проводить такие акции совместно с общественным объединением, совместно с национальной палатой. И, как вы в курсе, начиная с февраля месяца мы проводили ярмарки, именно посвященные для наших товаропроизводителей. У нас ярмарка проводилась на рынке Ели РС каждую субботу, вы в курсе. Помимо этого, мы сейчас на территории города представляем абсолютно бесплатно места под выездные торговли только для наших товаропроизводителей. Здесь, к примеру, могу сказать, что вот, как, например, купли, мясо делал или там тоже остык, ну и ряд других продукций. Где находятся эти вот места, куда могут, допустим, прийти наши телезрители, наши горожане и приобрести товар отечественного производства? Ну, у нас места определены в целом по городу, порядка 70 мест. Заявители, наши товаропроизводители сами выбирают эти места. Значит, по заявлению мы эти места предоставляем абсолютно бесплатно. То есть, независимо от тех магазинов и супермаркетов? Да, 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 да. На любом участке города. Единственное требование, чтобы соблюдали абсолютную чистоту и порядок и соответствовали условиям, правилу устройства города. И обязательно маркировка должна быть, то есть, это выездная торговля, маркировка нашего товаропроизводителей. Только в этом случае мы готовы и поддерживаем наших товаропроизводителей. А вот, Нурлан Сергеевич, скажите, пожалуйста, вы от палаты предпринимателей помогаете ли как-то? Либо какая, допустим, услуга или какая помощь предпринимателям оказывается вот в этой акции? Ну, вообще, сама акция – это, скажем так, комплекс мероприятий. И там задействованы буквально практически все, наверное, учреждения, организации Казахстана, которые именно связаны с предпринимательством. В данном случае в части палаты предпринимателей там идет комплексная поддержка по девяти основным направлениям. Первое – это защита прав наших предпринимателей. Второе – это административные барьеры. Третье – это вопросы участия в госзакупках. Четвертое – это, значит, вопросы, связанные с тарифообразованием и так далее, и так далее. То есть, это основные девять направлений. Допустим, сейчас именно по производителям пищевой продукции и предприятиям легкой промышленности Мы сейчас также прорабатываем вопросы, связанные с тарифообразованием. Буквально, я думаю, где-то в ближайшее время мы сможем сообщить уже промежуточные результаты по этой работе. Каждый четверг у нас проходят встречи, совещания. На самом деле, сейчас мы запустили еще один проект совместно с Акиматом города, совместно с нашими предприятиями. Называется «Конкурс лучший супермаркет города». Суть этого конкурса в том, чтобы максимально увеличить количество наших товаров, товаров, произведенных именно на территории Западной Казахстанской области, на полках супермаркетов. Уже буквально есть промежуточные позитивные тенденции. По каким критериям будет избираться самая лучшая от супермаркета? Первое – это количество представленных товаропроизводителей из ЭКО на полках супермаркетов. Второе – количество наименований товаров, ведь у одного товаропроизводителя может быть порядка 20-30 наименований выпускаемой продукции. Третье – это размещение на полке. И последние два критерия – это своего рода акции самих супермаркетов, которые направлены на стимулирование для появления на полках супермаркетов. А кто будет выбирать – граждане, либо есть определенная комиссия? Мы сформировали комиссию сейчас, она порядка 9-10 человек. Туда вошли и Акимат города, Палата предпринимателей, члены регионального совета от Шопана Махмудова. Она у нас также является представителем комиссии по развитию малозаведнего бизнеса, регионального совета Палаты предпринимателей, ряд госорганов, ассоциаций и, соответственно, СМИ. Мы тоже подключили к этой работе. Спасибо. Шопана Жматайевна, как будет проводиться? Будете ли вы, допустим, как-то свои требования у вас, либо есть определенные стандарты? В рамках этой общереспубликанской акции «Покупай Казахстанское» в нашей области, в частности, Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, инициировал свой проект, о котором сейчас Нурлан сказал. Это действительно поддержка производителей нашей области. И этот конкурс зародился в стенах нашей области, в стенах нашей палаты, я хочу отметить. Это, скажем, не республиканская акция, я думаю, наш пример может и другие регионы возьмут. Почему мы решили именно эту акцию или этот конкурс провести среди супермаркетов? Это связано с тем, что в общей массе произведено, мы видим во всех торговых сетях, есть эти таблички, произведено в Казахстане, но именно то, что наши местные западно-казахстанские производители не всегда, может быть, для покупателя видно и понятно. Эти акции мы хотим действительно внести свой вклад посильный для того, чтобы продвинуть наших производителей, во-первых, и во-вторых, есть определенные производители, которые не могут войти в некоторые торговые сети по каким-то причинам различным. Может быть, я думаю, вот эти проблемы тоже будут сняты благодаря этой акции. Но прежде чем запустить эту акцию, у нас было несколько рабочих таких встреч с участием супермаркетов представителей и производителей. Вы знаете, я бы хотела подчеркнуть тот момент, что супермаркеты очень хорошо восприняли идею о проведении этого конкурса. Они прямо с первого раза сразу поддержали. Мы разработали положение. В рамках этого положения есть критерии, согласно которым будем отбирать лучший супермаркет. Это положение было доведено до самих супермаркетов. То есть они согласны с этим критерием, внесли какие-то свои предложения, откорректировали. Причем предложения были очень такие действенные и хорошие, так скажем, предложения. Во-вторых, мы подошли с той точки зрения вот к этому конкурсу, чтобы это была бы не разовая акция, а несколько достаточно продолжительное время. У нас будет до конца сентября эта акция, и в конце каждого месяца мы хотим подводить итог, чтобы супермаркеты были бы... То есть загонкой за звание лучшего супермаркета, так сказать, будут... Да, долго бороться, да, но по итогам каждого месяца мы будем все-таки лучше супермаркет месяца подводить, чтобы это был бы длительный период. Почему это так сделано? Потому что, может быть, не все производители сумеют, скажем, в какой-то короткий период узнать об этой акции, попасть в эти супермаркеты. А длительный период он позволит, во-первых, большее число производителей охватить, и, во-вторых, закрепиться нашим производителем уже на торговых полках наших супермаркетов. Это очень важно. Поэтому я думаю, что вот эти акции должны поддержать не только, скажем, производители супермаркетов, но и наше население, поэтому я обращаюсь к нашим жителям нашей области, чтобы действительно с июня месяца эта акция начнется. В каждом супермаркете находили полки, где товары наших местных производителей и покупали бы их продукцию. Дорогие телезрители, я напоминаю, мы в прямом эфире. Если у вас есть вопрос к нашим гостям и по сегодняшней теме, звоните по номеру, который указан на ваших телеэкранах. Ренат Сатымович, скажите, пожалуйста, помогает ли государство нашим предпринимателям экспорте, экспортировать собственные продукты? Да, у нас есть ряд различных государственных программ. Есть программа экспортоориентированность. Есть ряд предприятий в городе Уральске, которые действительно экспортируют. Я могу, к примеру, тоже привести, скажем, вот Каскон, допустим, кондитерские изделия, Кублей, ряд изделий, которые... И для тех экспортеров у нас, конечно, преференции указываются, если, допустим, есть таможенные преференции, есть налоговые преференции. Ну, в каждом случае это индивидуально, но данная программа то, что работает, это могут наши товары производители сами сказать, какую они помощь получают при экспорте вышуказанных товаров. Спасибо. Динара Гашеховна, скажите, пожалуйста, вот вашим департаментам какая работа, вот, может быть, в этой акции проводится, либо, допустим, в поддержку наших товаропроизводителей? Ну, мы тоже вносим лепту свою в эту политику государственную. У нас с 5 марта начались контрольные закупы пищевых продуктов. Данное поручение поступает нам с комитета города Станы. Ну, хотелось бы отметить, что вот с 5 марта нами проведены неоднократно закупы как российское производство пищевых продуктов, Белоруссии, украинская продукция, американская даже продукция закупалась с нами, и наша казахстанская продукция. Ну, в ряде, в основном, основная часть нарушений у нас была в части ее маркировки. Неоднократно мы это говорили уже по телевидению, да? Кроме этого, отмечались нарушения по лабораторным исследованиям. Это было очень большое превышение нитритов в колбасных изделиях производства России. Также в некоторых молочно-кислых продуктах отмечалось наличие плесени. Но данный факт, конечно, нельзя утверждать, что это именно от производителей идет. Может быть, возможно, транспортировка нарушалась, да, и так далее, или хранение. По алкогольной продукции у нас также в основном были нарушения в части ее маркировки. Также вы знаете, что в республике отмечается очень много случаев групповых отравлений, до пищевых отравлений. В данных регионах также проводилась такая же работа, как у нас. Там были вообще выявлены случаи наличия сальмонелл на мясо птицы, да? Поэтому данные показатели, данная работа проводится у нас и дальше. В принципе, наши основные оптовые посовщики города Уральска приняли это как должное, да? Они понимают, что это наше законодательство. Есть ли обратная связь с представителями, допустим, соседнего государства или государства, которые импортируют нам свой товар? Ну, в данном случае обратная связь идет непосредственно с теми нашими крупными поставщиками, которые непосредственно закупают эту продукцию. В данном случае они возвращают товары, производится обмен. Ну, в принципе, все нарушения были устранены. Та продукция, которая не соответствовала по лабораторным показателям, ее сняли с реализации. Мы покупали нашу продукцию, в принципе, по нашей продукции таких нарушений не было. Также хотелось бы отметить, что все-таки наша продукция, выпускаемая на территории нашей города, я могу с полной ответственностью сказать, что практически на всех объектах производства у них есть свой производственный контроль, то есть внутренний контроль. Они всегда контролируют свою продукцию. Кроме этого, на многих объектах уже внедряется система ХАСП. Это мировая система, да, мировой стандарт. Непосредственно от Кубли на сегодняшний день уже освоили эту программу. Также вот в конце апреля будет проводиться семинар в Актал. Ну, допустим, вы сказали нитраты в колбасе, да, российского производства. Можно ли запретить, допустим, вообще реализацию и ввоз этих продуктов, в которых, допустим, превышается норма таких... В данном случае здесь российский производитель, у них тоже есть свой производственный контроль и так далее. Мы запретили реализацию именно этой данной партии, так как последующая партия, в принципе, может и соответствовать. То есть ввоз не запрещается, а реализация запрещается. Реализация определенной партии, да. Определенной партии запрещается, да. А вот связана ли эта акция с тем, что... Можно ли сказать, что это некая политика, проводимая государством, в поддержку отечественного производителя? Или мы видим, да, что российские рубль падает, товары возятся оттуда. Вот с этим связано? Нет, я думаю, это системно все-таки. Все-таки таможенный союз, да, мы вошли. Это идет система между тремя государствами. Это нормальное явление. Также и наши продукции проверяют, да, в других регионах. Также в части маркировки выявляют нарушения. Я думаю, что это нормальное явление. Ну, на самом деле, действительно, коллега Пран отметил, мы вошли в таможенный союз. Сейчас уже за работу Евразийский экономический союз. Понятно, что мы сейчас уже, скажем, все в одном... В одном территории, на одном пространстве. И та или иная ситуация, она будет все-таки влиять на конъюнктуру нашего рынка. И вот эта акция, она на самом деле не то, чтобы это политика, больше это, наверное, скажем так, необходимость на данный момент, что нужно ее реализовывать. И вот действительно то, что коллега с управлением по защите прав потребителей сказала, то, что была изъята, допустим, партия колбас, которые не соответствуют, допустим, стандартам, да, санитарным. И, получается, эта партия, она была изъята из реализации, и, получается, в супермаркетах эта полка была, ну, основная, пустая. И, получается, наш конкурс, он приобретает еще большую актуальность по заполняемости именно нашими производителями. В принципе, у нас колбасные основные все продукты питания у нас производятся. Спасибо. Лилия Маратовна, вы у нас сегодня в единственном лице, так скажем, от всех предпринимателей города, товаропроизводителей. Скажите, пожалуйста, государство охотно ли помогает, как помогает, содействует ли? Ну, со стороны государственных органов сейчас оказывается всемирная поддержка товаропроизводителям, именно местным, нашим западно-казахстанским. И, я думаю, сейчас очень много зависит от самих товаропроизводителей. Да, конечно, мы производим население, но со стороны товаропроизводителей должна уже присутствовать какая-то гибкость. Во-первых, участие во всех этих мероприятиях, как минимум. То есть, со своей стороны могу сказать, что все ярмарки, которые по субботам проводились, областные мы там участвовали, какие-то мероприятия, допустим, вот сейчас конкурс супермаркетов и так далее, требуется действительно активное участие. Товаропроизводители, во-первых, должны также сами друг друга поддерживать. У нас есть определенные, допустим, связи между собой. Мы обмениваемся опытом, друг до друга доносим о том или ином мероприятии, если кто-то, допустим, не может посетить или и так далее. Ну и со стороны товаропроизводителей местных, я думаю, наше большое преимущество то, что мы доступны населению. То есть, наше производство находится здесь. Со своей стороны могу сказать, фирма «Родник» всегда двери открыты, и наши клиенты всегда могут посетить наше производство. То есть, воочию увидеть, как производится то, что они употребляют. Именно так. То есть, пощупать, посмотреть, увидеть, наблюдать за технологическим процессом, за контролем качества, увидеть нашу лабораторию, каким образом проводится отбор проб, каким образом контролируем качество продукции и так далее. То есть, здесь уже люди, по идее, должны тоже немножечко проявлять такое понимание отечественным товаропроизводителям и уже не верить на слово, а самим уже можно убедиться в этом. Вот скажите, пожалуйста, ваш товар представлен только на рынках нашей области или в Казахстане, либо вы, может быть, экспортируете их? Пока мы не экспортируем, но мы поставляем в другие области. То есть, мы полностью обеспечиваем, охватываем рынок сбыта Западно-Казахстанской области, Атравскую область, Мангоставовскую область. У нас есть также клиенты, которые самыми большими партиями забирают на место рождения в Мангоставовской области, в Атравской области. Мы недавно буквально запустили новый комплекс, и поэтому планируем расширение рынка сбыта. И в будущем, конечно же, будем ориентироваться на экспорт. Я бы хотел здесь чуть-чуть добавить, если можно. Конечно, у нас Ленина Маратна, одна из участниц государственной программы «Дорожная карта бизнеса», их у нас более 260 по городу на сегодняшний день. И данная программа в части поддержки наших товаропроизводителей субсидируют процентов, то есть льготное кредитование под 7% субсидированной части процентов ставки. И это очень удобная программа, и я считаю, что все наши товары производительности, как на опыте фирмы «Родник» будут работать, то мы все готовы поддержать по этой программе. Спасибо. А вот пользуясь случаем, если вдруг нас смотрят телезрители, допустим, и кто-то изъявил желание производить что-то, выпускать что-то, готовить, строить что-то, куда он может обратиться? В частности субсидирование, кредитование. Да, ну, в первую очередь можно обращаться к нам, в отдел предпринимательства города Уральска, также можно обращаться напрямую в фонд «Дому», в управление предпринимательства, национальную палату. Все наши вот эти в целом государственные органы и общественные объединения, ассоциации бизнес-объектов готовы разъяснить ряд нескольких программ. Вот у нас не только дорожная карта бизнеса есть, и дорожная карта, то есть «Дому Ундрес-2» под 6% на любой срок, на любую сумму, там до 80-50 миллионов в тенге, максимально, насколько я знаю. И эта программа у нас работает в прошлом году, 22 проекта было реализовано у нас по городу, на сумму 2,6 миллиарда в тенге. И по дорожной карте бизнеса тоже у нас активно люди участвуют. Если для разъяснения, например, то непосредственно фонд к нам в отдел предпринимательства и ряд государственных учреждений могут обращаться на программу. А вот со стороны палаты предпринимателей критерии, правила, допустим, участие в программах? Как я говорил, у нас 9 направлений, одно из них это как раз сопровождение проектов. То есть это что значит? Приходит человек, у него только одна идея. А у нас разработан справочник 100 проектов для малого бизнеса. Это 100 типовых проектов, стоимостью где-то 2-10 миллионов тенге для реализации. То есть, в принципе, скажем так, подъемные средства. В чем наша задача? Наша задача понять суть проекта нашего потенциального предпринимателя, подсказать, подобрать для него программу, в программе еще есть несколько направлений, именно в этом направлении, помочь с ним вместе собрать все эти документы и уже предоставить их в уполномоченный орган для поддержки по той или иной программе. Мы видим, что зачастую, допустим, наши предприниматели, кто-то, допустим, занимается животноводством, сельским хозяйством, выращивает овощи. Они, допустим, где-то экономически не образованы, не знают тех тонкостей и нюансов. Помогаете ли вы в этом составлении бизнес-планов, расчетов, подсчетов? Да. Во-первых, в рамках дорожной карты бизнеса 2020 нам передали компонент бизнес-советник. Это обучение двухдневное. Именно, скажем, азам, основам бизнеса. То есть за два дня там буквально кратко-кратко основные моменты все проговариваются. Это первое. А второе, буквально вот уже скоро мы начнем также в рамках программы, мы определены как оператором сервисной поддержки бизнеса. Это, значит, восемь направлений. Он включает в себя, значит, бесплатно для субъекта малосреднего бизнеса, оказание услуг бухгалтерского характера, значит, помочь в сдаче налоговой отчетности. Второе, юридические вопросы. Третье, составление бизнес-план как раз-таки это есть одно из направлений, где полностью бесплатно он буквально только просто подает заявку и через некоторое время он получает уже готовый бизнес-план для подачи на кредитование. А вот, допустим, в нашей области воду производим, колбасы производим, консервы производим. А вот есть ли, допустим, того, чего, допустим, может быть, не хватает или нужно производить в нашей области? И кто-то, допустим, может изъявить желание вот это производить, изготавливать, так скажем? Ну, в любом случае, даже если это производится, это же конкуренция. Если появится еще один игрок на этом рынке, это просто аналогично продукции, то, соответственно, между ними уже пойдет, скажем так, гонка за клиента, и это будет способствовать улучшению качества. Это уже будет выгоднее для наших потребителей, так скажем, да? Да, да, да. Цена здесь будет ниже. Так, 13-й Мич, еще такой вопрос. Могут ли простые горожане, допустим, в этой акции, если, допустим, найдут какие-либо там, ну, все же может быть не только хорошие, но и, допустим, где-то минусы, нюансы, допустим, какие-то нарушения, допустим, что-то, да, при проведении этих акций, допустим, что-то заметят, допустим, куда они могут обратиться? Да, есть, для этого мы составили членов комиссии, список есть, критерии оценки есть у нас, непосредственно, как я уже отмечал, совместно с нас с палатой, с бизнес-инициативами. Ну, напрямую, у нас с палатой комиссии у нас есть, да, и, соответственно, если какие-то, допустим, нарушения, если какие-то, допустим, несогласия со стороны наших, как участников таких простых, допустим, граждан, будут, они, естественно, могут обращаться, мы это рассмотрим варианты, регионально рассмотрим и примем какие-то, соответственно, меры. Ну, я думаю, что таких практически у нас все открыто, все прозрачно, с привлечением средств массовой информации, и всех людей мы должны, допустим, призываем, допустим, активно участвовать. У нас же в Республиканске центрально разработан логотип, сделан в Киезет. И эти логотипы мы разместили по всем супермаркетам, по всем рынкам. Здесь не только, допустим, продукты питания, здесь, может быть, и строительные материалы, и ряд других товаров, которые именно произведены не только в Уральске, но и в целом по Казахстану. У нас одно из направлений поддержки, это наша область, наш город совместно, допустим, с другими областями республики полный перечень составляем наших товаропроизводителей и направляем в Караганду, в Алмату, в Астану, например. Соответственно, с других областей тоже самое свои местные товаропроизводители направляют нам. И мы как бы так идем, скажем так, центрально, межрегионально распределяем между всеми товаропроизводителей, чтобы знал. Я, например, знаю, что вот, например, в Актюбинске хорошая, допустим, щепень есть, да? Актюбинске знает, что у нас стеклосерверс производится все около, допустим. И чтобы вот эта сама взаимосвязь была между нашими областями, и эта же акция направлена не только по нашей области, чтобы поддержать товаропроизводители, а в целом по республике. Вот я бы хотел еще раз отметить очень немаловажный аспект. Отмечаю простыми словами, например, любой, например, каждый человек, покупая товары отечественного товаропроизводителя, он должен задуматься, например, если он покупает этот товар, соответственно, у него идет объем, увеличивается выпускаемой продукции. Если объем выпускаемой продукции увеличится, соответственно, налоговое отчисление того предприятия увеличится. Соответственно, у него стабильное экономическое, допустим, состояние. И там, допустим, сохранение рабочих мест. И через рабочие места наши, может быть, знакомые, родственники, граждане нашего города Уральска, которые получают зарплату, отчисляют, допустим, любые виды налогов. И, соответственно, это пополнение бюджета, опять-таки, покрывает социальные расходы нашего города. И это все взаимосвязь люди должны понять. Покупая какой-либо товар, он должен знать, что он тем самым вносит активный вклад в развитие нашего региона. Не только нашего города, а в целом региона. Ну и всей страны, да? Ну и всей страны, соответственно. А, Дина Рашикова, вам такой вопрос. А вот если, допустим, наши потребители, так скажем, какой-то недоброкачественный продукт, допустим, что-то обнаружили, что-то съели, что-то не то, куда им обратиться? Как, допустим, это оформить? Что у них должно быть на руках? Какие документы, допустим? Те же чеки, допустим? Ну, в принципе, это уже отработанный вопрос у нас. Систематически к нам поступают заявления, жалобы и устные жалобы бывают. В случае приобретения недоброкачественной продукции или выявления каких-то моментов, бывает просроченной продукции, к нам граждане обращаются, должны обращаться в писанной форме, да, там есть свои нюансы, нужно отметить именно в какой торговой точке или это в магазине был приобретен продукт, желательно, чтобы был чек, и по данному факту, согласно законодательству, мы должны зарегистрировать свою проверку и в дальнейшем проводить свои мероприятия. То есть выявляем данный факт, причины, следствия и так далее, и проводим дальнейшие мероприятия. Составляем там штрафы, даем предписание, или у нас есть факт, мы отправляем материалы за неуполнение предписания в суд на рассмотрение. Да, и хотелось бы отметить, что на сегодняшний день, в января месяца этого года, у нас изменился КОАП, Республика Казахстан, да, штрафы значительно увеличены, и вот предпринимателям тоже бы хотелось бы обратиться, что очень серьезно сейчас, да, в отношении соблюдения законодательства. Чтобы были более бдительны. Да, надо быть более бдительным и осторожным. Также хотелось бы еще раз повторить, что у нас идут все-таки факты отравлений по Казахстану, да, казалось бы, таких благополучных объектов, как крупные рестораны Астаны, вы видели, наверное, в средствах массовой информации, элитные гимназии, школы и так далее. Поэтому это не исключено, и должна быть высокая бдительность, тем более переди приближается летний сезон, жара, да, быстро портятся пищевые продукты, ну и в этом направлении. И в завершении, вот, немножко подводя итоги, слова нашим, так скажем, чтобы побудить наших телезрителей, наших горожан, еще больше, как бы, чтобы они покупали и поддерживали отечественную продукцию. Конечно, приобретая продукцию местных производителей, каждый горожанин будет застрахован от того, что он приобретет некачественный товар, потому что в любой момент он узнает, куда обратиться, если вдруг такая форс-мажорная ситуация наступила, да. Поэтому, во-первых, во-вторых, уже здесь вот отдел предпринимательства высказал о том, что приобретая товар местных производителей, мы поддерживаем наших же жителей в рабочих местах. Это все сказывается на благополучии каждого жителя нашего города. Ну, здесь настолько все взаимосвязано, и самое главное, что в случае чего он знает, к кому обратиться, эти люди на местах. И для каждого товаропроизводителя местного очень важен, наверное, социальный имидж в области. Если он выпускает некачественную продукцию, то в дальнейшем у него большой шанс того, что он просто, ну, как бы, резко уменьшит свой рынок. В связи с этим я обращаюсь к гражданам нашего города, к населению, приобретайте товары, произведенные в Казахстане и в Западно-Казахстанской области. Спасибо, Нарлас Ильбович. Ну, на самом деле, Шопан Джуматайм уже так емко сказала. Действительно, это мультипликативный эффект от всего этого. Пожалуйста, у нас ряд супермаркетов, можно их перечислить, наверное, я думаю, да? Пусть страна знает своих героев супермаркетов. Это у нас супермаркеты Лидер, это супермаркет Атаба, это гипермаркет Дина, это Арамстор, это Шолоховский Январ. Вот они, шесть супермаркетов, участников нашего конкурса. Но при этом мы стараемся более гибко подходить. Любой из других супермаркетов, если вдруг у него появится желание, он всегда может подать заявку, в принципе, и участвовать. Участвовать в акции. Да. Поэтому также призываю наших граждан, наше население, пожалуйста, участвуйте в этой акции, приобретайте товары нашего производства. Эти супермаркеты я вам назвал. Ну, вперед. Я считаю, что наши товары ничем не отличаются, то есть ничем не хуже импортных товаров, а порой даже значительно лучше. Те же колбасные изделия, те же молочные продукции намного вкуснее, намного лучше и намного качественнее. Я тем самым тоже действительно хотел бы, как и мои коллеги, призвать граждан наших города Уральска проявить гражданскую активность, гражданскую позицию, патриотизм, скажем так. И действительно, от этого большой эффект мы имеем, и поддержать в рамках данной акции наших товаропроизводителей, и принять активное участие в этой акции. Спасибо. И в завершении у нас есть один телефонный звонок. Алло, здравствуйте. 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 Ваш вопрос. Вопрос. Я покупал продукт питания, сливочное масло, на рынке Женец. Масло казахстанское, Жайлял. Мне отказались, вот этот продавец отказался, вот этот чек. На продаже я потребовал чек, так как продукт быстропорчатый. Так. Быстропорчатый продукт, они отказываются выдавать, не можем, так как у нас нет контроля кастовой машины, и упрощенный, якобы упрощенный налоговый режим, что ли. Спасибо. Но я все-таки с ними это требовал, они отказываются. Моя фамилия Муканов. Спасибо. Я давайте рекомментирую этот момент. Если вообще все предприниматели, которые реализуют за наличный расчет свою продукцию, они обязаны выдавать контроль на кассовый счет. За исключением тех предпринимателей, которые работают по патенту. Поэтому я обращаюсь вот к телезрителю, надо было уточнить, он по патенту работает или нет. Если это не патент, то даже работая по упрощенным налоговым режимом, он обязан пробивать фискальный чек. У нас единственная категория вот людей, предпринимателей, которые могут не иметь контроль на кассовый аппарат, это те, которые работают по патенту. Здесь товары скоропорчатся, быстропорчатся, абсолютно никакого отношения к значению не имеют. Здесь абсолютно, как вот Шелпаж Материн сказал, действительно, обязательно кассовый контроль. Человек должен иметь налоговый орган, соответственно, можно, в принципе, подать заявку в налоговый орган, чтобы они проверили данный случай, инцидент. Заражит, вам слово. Ну, в данном случае, со своей стороны, могу сказать, что он смело мог потребовать сертификат качества данной продукции. Этим их обеспечить должны в любом случае. Будь они работают по патенту или по другой системе, в данном случае, вы можете запросить, если его, я думаю, он, наверное, попросил чек в связи с тем, что... Да, наши потребители, да, зачастую не знают, что они имеют право потребовать сертификат. Сертификат, да, качество может потребовать, и мы обязаны просто предоставить данный сертификат. Спасибо. Лилия Маратовна, и в завершении. Я единственное могу сказать, просто приходите, убедитесь сами. Это наше большое преимущество местного товаропроизводителя. Пожалуйста, приходите, убедитесь. Тогда у вас вопросы, почему мы лучше, наверное, просто отпадут сами собой. Спасибо. Тема сегодняшнего эфира была «Покупай казахстанская акция», которая действует по всему Казахстану. И мы, обращаясь к вам, дорогие телезрители, призываем вас поддержать отечественных производителей. На сегодня все. С вами была я, Инна Радусумова, и прямой эфир ток-шоу «Давайте обсудим». Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok